Снова туда, где море огней. Ну, в смысле, начинаю очередной рейс. По море огней, потому что снова ехать по ночам буду. Еду на траковую парковку. Ехать мне примерно 10 минут от дома, может даже чуть меньше. Затарился едой, постирался. Взял груз на первом складе, Роббенсвилл, Нью-Джерси. 40 минут от дома выезжаю в Хебром, Кентакий. Ехать 636 миль. Боюсь, как я успею дотянуть до конца смены. Сейчас мне должны дать документы, я на выезде стою на Амазоне. Документы висят, нужно забрать. 12 тысяч паундов вес. Используем маски, когда находимся на складе. Все, жилет можно снимать. Дорога долгая предстоит. Устраиваемся поудобнее. И все, и погнали, друзья. Расскажу вам, получится у меня 636 миль за смену доехать. Не нарушая правил FMCSA. Порядочек. Так, руки санитайзером протираем. И вперед. Друзья мои, в горах Пенсильвании попал дождь, гроза. Можете сами видеть. Конечно, жесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вау, смотрите, какие стрелки сделали светящиеся в каннеле. Вау, первый раз вижу, это новая, не было раньше. Луна какая, круглая, полная, видите? Подъезжаем к заправочке. Первая моя остановка это Огайо, Мористаун, 208-й Экзит Пайлот. Обычно в Пенсильвании топливо дорогое, поэтому все дотягивают до Огайо. И эта заправка обычно наводненная народом. Все терпят, чтобы не переплачивать в Пенсильвании. Первый экзит после Пенсильвании и Вест-Вирджинии. Но сейчас тут цена не совсем дешевая. 2,55,9 дизель, 2,56 дизель. Огайо такой штат, очень много ферм. Фермерский, деревенский штат такой. Рассвет красиво, да? Когда рассвет уже легче ехать. Небольшой перекус и едем дальше. Осталось мне 253 мили. Впереди Коламбус, Цинциннати и я буду в Хеброне. Как вам, друзья, такая погода? Всю ночь вы видели ливень страшный, гроза, дождь лил. Утро наступило, 7 утра, солнце встало. Красота, небо чистейшее, не облачко. Солнце светит, прохлада такая утренняя. Вот он город Цинциннати показался. Вообще многие говорят, что центры городов в Америке, все эти сити, они похожи. Ну, на самом деле они разные, но тем, кто живет в России, это не совсем понятно. Потому что у нас деревня это значит глухо, а город это продвинутый. Здесь город продвинутый, но жить в городе обычно не очень безопасно, не очень чисто и не очень комфортно. Очень часто штаты в Америке делятся по рекам. И река Огайо в данном месте разделяет штат Огайо и штат Кентакки. Я везу большой Амазон, а вот справа видите микроавтобус Амазон, который уже развозит посылки по квартирам. То есть я привожу на большой склад, а с большого склада их вот на таких автобусах, как вы справа видите, Мерседес Спринтер. На таких автобусах уже развозят посылки по домам. Братья меньшие мои, Амазончики. У каждого штата есть свой слоган. Birthplace of Abraham Lincoln. Unbridled spirit. В штате Кентакки родился Авраам Линкольн. Маршрут у меня то, что называют round trip. Каждый свой рейс с одного и того, ну с того же склада, на котором я должен этот рейс закончить. Пять смен полных по 14 часов, то это получится 70 часов. Пять дней езды, потом два дня дома. Штат Кентакки, такой сельскохозяйственный штат, эмблема там лошадь. Очень развито коневодство и очень развито производство бренди, виски, бренди. Уровень жизни достаточно низкий и высокий процент наркомании. В Америке вообще чаще встречается наркомания, чем алкоголизм. Не знаю, наши люди бы на работе не держали, конечно, таких наркоманов. Наши привыкли пахать, привыкли работать, привыкли к полной отдаче, привыкли развиваться. Поэтому стоит отдать должное. Русскоязычные люди приезжают сюда добиваться, а не халявить. Для наших людей это трамплин, это ступенька. Покажу вам все сейчас. На Амазоне нельзя снимать. Но вот я на въезде, я же не снимаю внутри, как у них устроены там все эти конвейеры, раздача посылок, прием, загрузка, выгрузка товара. Я просто оставлю включенным сейчас телефон. Вы посмотрите, как я заезжаю на склад. Был бы дрон у меня, кстати, я бы вам поснимал. Там дальше за складом сразу идет кладбище машин. Так, поедем вот тут слева. Видите, в две линии происходит запуск траков на территорию. Что мы делаем? Ставим на локбуке OnDuty. Вот OnDuty. Выбираем Drop and Hook. Save. Все. Теперь на статусе OnDuty мы можем перемещаться не быстрее 5 миль в час, иначе включится у нас драйвинг. Поэтому дальше я переключаю на статус Yard Move. Движение по складу. Самсара локбук. Выбираем Yard Move и Remark. То есть делаем уточнение, что это у нас Drop and Hook. Вот видите, там отрезают пломбу впереди из трейлера. То есть мне не нужно выходить здесь, чтобы не собирать заразу. Они сами отрежут пломбу. Мне нужно было выключить запись, потому что мне нужно было открыть свое приложение в телефоне. Сотрудник Amazon отсканировал его и сказал, куда мне поставить мой трейлер, и когда, и где мне забирать следующий. 11.15 утра. Следующий трейлер я забираю в 0.00.15 ночи. Как раз должно быть сейчас время 10 часов, чтобы я поспал по локбуку. Хотелось спать в 6 утра. Сейчас, когда я перетерпел, уже до 11. Тяжеловато среди дня, когда тепло, хорошо, солнце светит. На Амазоне предприняли меры. Рассадили по будкам. В будке один человек. Вот будка. Сейчас мы протянемся вперед, чтобы нам отрезали пломбу. Рассадили по будкам. Так, мой челлендж успешно выполнен. То есть 43 мили до склада от дома, и от склада 636 миль. 679, да? Проснулся вечером. 7.43 вечера сейчас погода просто прекрасная. Вот видите, я в шортах и в футболочке. Сейчас вечереет, уже солнце не жарит. Весь день я спал, честно говоря. Трак нагрелся сильно. Пришлось, открытые окна не помогли. Пришлось завести трак, включить кондиционер, потому что спать было невыносимо. Жара очень сильная. 97 фаренгейтов набиралось днем. Залью кипяточком свой чай. Пройдусь прогуляюсь, хоть чуть-чуть размяться, потому что трак-драйверу надо двигаться немного. Поеду во Флориду. Во Флориду, в Джексонвиль мне ехать, навигатор показывает, 736 миль. Так что за смену я не доеду. Можно будет чуть-чуть схалявить, где-то остановиться, отдыхать. Не обязательно выезжать полностью там 600 миль, например. Потом ночью к 4 утра нужно будет доехать. Я доеду раньше, конечно. В траке в рентованном, этот пенский рентал-трак, нет розеток, поэтому хожу, набираю кипяток на тракстаб, одеваю маску, перчатки. За время своей дальнобойной деятельности имел счастье сравнить различные навигаторы, в частности, самых знаменитых марок Гармин и Рент Макнелли. Сейчас вам покажу видео, где я пытался сделать сравнительный обзор. Хочу, друзья, по просьбам телезрителей сделать обзор навигаторов. Мы можем сравнить. У меня сейчас в траке стоит вот такой Гармин Дезл за 399. И, кстати, и вот такой вот Рент Макнелли за те же самые 399, но вот со скидкой за 349. 7-инчей дисплей. Рент Макнелли ТНД 740 и Гармин Дезл. Вот такие два навигатора сейчас стоят у меня в траке. Две самых популярных в Америке модели, то есть две фирмы. Это Рент Макнелли и Гармин. Вот эта модель Рент Макнелли ТНД 740 и Гармин Дезл 780. Два навигатора абсолютно в одинаковой ценовой категории. И тот, и тот стоят 399 долларов. Но на Рент Макнелли сейчас на некоторых тракстапах есть скидка, его можно купить за 349. То есть на 50 долларов дешевле можно взять Рент Макнелли. Гармин более такой, более надежный, стандартный, конкретный, а Рент Макнелли ближе уже как к таблет, к компьютер, как к планшет. Так, вот здесь мы открываем карту. Здесь мы можем выбрать, куда ехать. Сохраненные места, тракстапы, паркинг, то есть если нам нужен найти паркинг, мы смотрим, тракстапы, траковые мойки, траковый навигатор Рент Макнелли ТНД 740, 740. Смотрим дорогу, выбираем destination, предлагает нам два пути, проанализировав мои предпочтения. Нажимаем старт навигейшн, он строит нам путь. Для быстрого доступа вы можете здесь выбрать адресную книгу, где есть весы, где есть вейстейшн, где есть паркинг, рестерия, тракстапы, трэйвел центры, то есть тракстапы, заправки различные. Также можно это сделать вот здесь, гайдет серч, открываете гайдет серч, адресная книга, история, где вы останавливались, новый адрес ввести. Очень удобно, мне нравится, здесь выбираете points of interest, около, вокруг моего трака или вдоль моего пути, который я уже нажал, выбрал себе, да. Например, я еду и по пути моего следования мы можем выбрать, что travel centers, track services, rest areas, то есть мне нужно остановиться где-то, нужно на ремонт, выбираем track services, смотрим, что есть. Нам нужен какой-то тракстап, выбираем тракстапы. Вот здесь я выбрал такой путь, что 3 мили от меня, поэтому тракстапов нет. Waystation, весы, если нужно взвеситься нам, дилеры автомобильные, другие категории. Выбираем здесь заправки, паркинги, мотели, кофе, даже гольф есть, выставочные центры, rental car, автобусные остановки, рестораны, дизель, магазины, аэропорт, госпиталь. Очень красивый интерфейс, очень приятный в использовании навигатор. Если нам нужно его обновить, то мы выбираем инструменты, track tools, выбираем GPS repair, подсоединяем через hotspot, может быть Wi-Fi у вас есть в траке, подсоединяется к нашему девайсу и сканирует обновление и обновляется. Так, карты. Много очень здесь можно выбрать функций, выбрать временные, например, обойти US-ки, маленькие трассы, ехать только по интерстейтам. То есть, выбираем temporary avoids, видим наши все дороги по пути нашего следования, выбираем, какую нужно обойти, какой путь составить с учетом обхода определенных дорог. В общем, в использовании очень удобный навигатор и мне очень он нравится. Здесь вот, видите, вы нажимаете, нажимаете вот этот кружочек, прибор, да, и здесь вы можете поставить себе, сколько вы проехали в первом рейсе, во втором рейсе, в третьем рейсе. То есть, можно выставлять себе, чтобы учитывать свои мили, если вы зарабатываете, например, зарплату по милям, или если вы учитываете, сколько вы проезжаете, да, если вы хотите какую-то вести статистику. Интересно? Мне кажется, очень красиво, удобно и хорошо. Нужен вам адрес, можно посмотреть в истории, где мы ездили, можно выбрать new location, можно установить самому, в какое место ехать, примерно, да, city center, например, выбрать город. Можно выбрать перекресток какой-либо, куда нам нужно двигаться, ну и можно ввести адрес. Очень удобно, например, у нас есть наше задание, куда нам ехать, выбираем zip-код, чтобы не ошибиться, то есть почтовый индекс по-русски. И дальше уже вводим, куда нам ехать. Модели, которые больше, overdrive 7, overdrive 8, с большим дисплеем, и они имеют dashcam, то есть камеру, видеокамеру, флешку, видеозапись, но они больше, поэтому они на кочках иногда падают. А вот этот вариант, который и не маленький, и не большой, он прекрасно крепится на магните, здесь заряжается, да, то есть вот идет провод, вот он здесь заряжается у нас в прикуривателе. Очень удобно. Что происходит вообще? Мне скоро ехать? Ёлки-палки. Что происходит, друзья? Только что было солнце, я прекрасно вечерком лег до спать еще пару часов. Смотрите, что творится-то. Как мне ночью ехать, так начинается погода. И все, ладно. Не могу понять, град что ли? Или такой сильный с ветром дождь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дождь кончился, как вы видите. Ай, так сладко я поспал, но надо ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, берем трейлер там, где мы скинули предыдущий трейлер. Вот смотрите, сколько. 797 миль. 797 миль отсюда по 75-й трассе мы поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, траки стоят везде. Мест для ночевки мало. Это сейчас карантин. И не все ездят. Что будет, когда летом все выйдут на работу? Где люди будут спать? В соответствии с соблюдением локбука, совсем непонятно. Ну как, красиво? Видите, вдалеке мы с горы едем и вдалеке лес и туман. Очень нравятся мне вот такие рассветы. Это еще штат Теннесси. Через 14 миль будет Джорджия. Хотим через годик с женой, с дочкой взять дом на колесах и попутешествовать реально, чтобы не гонять по трассам с грузом, а чтобы можно было наслаждаться красотой, снимать видеоблог и выбрать хорошее место для жизни в штатах. Вон, видите, в зеркале солнце встает. Я уже всю ночь проехал с 12.30 ночи до 7.30 утра. Видите? А по локбуку еще мне ехать 4 часа 58 минут. Как эти люди ездят, нарушая локбук, я не понимаю. Я уже всю ночь проехал, а еще почти 5 часов надо ехать. Где город, друзья? Где город? Хотел вам показать город Чатануга. Вот, видите, нам на развилке берем левее, 75-я South, Чатануга-Атланта. Мне надо в сторону Атланты, по объездной мимо Атланты и во Флориду, в Джексонвилле. Это самый север Флориды. Не знаю, тут буду я проезжать хоть какую-то часть города. По-моему, по какой-то трассе я проезжал, что там снизу было видно на эту железную дорогу, исторические места эти. Чем еще для меня знаменита Чатануга? Тем, что когда мы ездили на склад, когда мы ездили с напарником вместе на склад Амазона в Чатануге, у нас всегда там почему-то выпадал запас времени. Такой, что мы утром приезжаем, трейлер скидываем, а уезжать нам, забирать следующий трейлер только вечером. И мы постоянно там ехали в одно местечко, где очень хороший китайский буфет Asian Buffet. И мы вот в то место заезжали, у нас была прям традиция, когда выпадает Чатануга, выпадала она у нас один-два раза в месяц, мы всегда заезжали в этот китайский буфет. Буфет, надо сказать, очень приличный. Они бывают такие гадюшники очень часто. Но вот именно китайский буфет в Чатануге нам очень нравился. Что это такое? Что это такое? Что такое творится, друзья, средь бела дня? Это же можно так налететь на этот бакет оранжевый. Штат Джорджия несомненно прекрасен. Главное не подъезжать к городам. По природе он просто обалденный. Смотрите, зелень какая свежая. После Пенсильвании и Огайо чуете разницу? Воздух он прям пахнет. То есть вот эти сосны, смешанный лес, много хвои. И с учетом того, что при еще теплой погоде и большой влажности здесь всегда стоит аромат. В Южной Каролине, в Джорджии, когда въезжаешь, такой аромат сосен. Я вот живу в Пенсильвании. У нас в Пенсильвании все хорошо с работой. И большое русскоязычное сообщество. Легко найти работу в любой сфере. А так на будущее, не знаю, я рассматриваю Южные Штаты. Они очень интересны мне. Смотрите, красота. И временем в Пенсильвании. Мы живем напротив школы. И вот сейчас гуляем с Мишелькой. И подошли к зданию спортзала. И решили посмотреть в окно с Мишелькой. Я не знаю, чем развлекать ребенка. Решила с ней в окно подойти посмотреть. А тут, оказывается, вот такие вот столы с сухими пайками. Это все идет в семьи учеников. Как гуманитарная помощь каждому учащемуся. Можно подойти к школьному автобусу и забрать. Еще чуть-чуть хочется показать, что выдают. Всякие снеки, сухие завтраки, консервы. Все, кто как может, так помогают сейчас друг другу. Вот. Американская начальная школа изнутри. Опустевшие классы. из окна мы снимаем. Они выходят прямо из этих дверей наружных, выходят на игровую площадку. Хотите дальнобойщикам погонять по Америке? Пишите в комментариях, кто хочет. Помогу вам пойти в школу обучения на commercial driver license, на CDL, на льготных условиях. Пойдете туда от меня, получите скидку. Думаю, чтобы легче ехалось дальше, нужно позавтракать. Еще одна смена сделана, еще 253 мили. Осталось доехать мне до Джексонвиля, до Флориды. И остановился я в Джорджии, пойду мыться и отдыхать. Увидимся завтра. вокруг день, а у меня ночь. 6 часов вечера, часа я проснулся, поем и завалюсь спать дальше, а уже ночью поеду. Сегодня у нас на ужин, то есть, который является для меня завтраком, потому что я только проснулся 6 часов вечера. Дефицитный товар, практически наркотик современности. Что это? Правильно, это гречка. А еще у меня есть с собой лайм, я себе сделал водичку с лаймом. Это вот такая замечательная сальса. Любой ваш завтрак, обед и ужин может приукрасить. Домашняя кружечка. Я же блогер, все-таки, я должен монтировать и снимать видосы, поэтому в 6 часов вечера я проснулся, когда еще можно что-то поделать, до темноты еще есть настроение. Потом лучше в часок поспать и ехать надо уже. Как новым траке установить себе локбук, чтобы он был удобен. Берем, покупаем вот такие липучки. Они просто наклеиваются две стороны, да, одна, которая цепляется за другую, которая приклеивается. Мне кажется, красиво и удобно. А теперь забудьте, ни хрена не работает, ничего не держится, видите, все отсюда отклеивается, падает. Короче, фигня все это. Уважаемые любители продукции Samsung, объясните мне одну вещь, почему нельзя до сих пор придумать такой штекер, который будет вставляться легко. К примеру, любая айфоновская продукция. Берем зарядку и вставляем. Берем Samsung. Вот у нас лежит провод, мы, например, за рулем, нам надо включить его. Вы знаете, что когда изобретателя USB хоронили, то его сначала неправильно положили, опустили гроб, потом подняли, перевернули и тогда уже положили правильно. Гречка. Доброе утро, друзья! Да-да, вы не ослышались, я проснулся утром. Вы представляете, для человека, который третий рейс едет по ночам, что такое проснуться утром и поспать ночью. Я просто счастлив, я просто рад и счастлив, абсолютно классное настроение. Я сейчас, конечно, заспанный, как сурок. Вчера вышло так, что нужно было доехать примерно 250 миль, и к 2 часам ночи я доехал, там мне нужно было перекинуть, отвезти на соседний склад пустой трейлер, и в итоге к 3 часам ночи я уже освободился и лег спать спокойно. сегодня-завтра-послезавтра я уже буду ехать днем и приеду домой ночью уже через 3 дня. I woke up today in Jacksonville, Florida and it's really nice weather today here. It's a little bit rainy and it's not hot and I'm so happy. Don't forget to subscribe to my channel. Как я мою руки в траке сейчас? У меня есть мыло, у меня есть водичка. Если я не хочу заходить ни на какие тракстапы, ни с кем пересекаться, то я могу помыть руки здесь, пора дезинфицировать их. В крайнем случае трак-драйвер это такая профессия, в которой можно минимизировать контакт с людьми и при этом сохранить свою работу, продолжать что-то зарабатывать, продолжать свою деятельность. Неплохо. Опа-на, готово! Опа-на! Мойте руки, соблюдайте дистанцию 2 метра и продолжайте работать, друзья! Готовим завтрак. У меня еще немного рыбки прекрасной осталось. А здесь лепешечки. Думаю, сразу положить туда сыр. Лепешечки с сыром! Только что закончил прямую трансляцию у себя в Инстаграме, пообщался с друзьями, пообщался с подписчиками, которые пришли ко мне в Инстаграм с моего Ютуб-канала. Так что, друзья, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылочка в описании. Название Инстаграма будет где-то вот здесь. Для начала я постараюсь выходить в прямой эфир каждую пятницу по американскому времени в районе 10 утра. Ну, с утра будем смотреть, насколько это будет получаться у меня в связи с работой. Ну, в любом случае, какие-то живые трансляции я сейчас только начинаю и буду их продолжать, поэтому вы сможете зайти туда, пообщаться с моими подписчиками, пообщаться с людьми, задать любые вопросы мне или моим друзьям. Забираем трейлер в Джексон-Вилле, Флорида. 538 номер. Потихонечку подъезжаем. Аккуратно. Что там такое? Что-то горит, походу. Я сзади вижу в зеркале мигалки, а впереди вижу дымок поднимается. Может быть, лесом, может, что-то быстрее идет. Городок Мур-Фрисборо, Теннесси. Апокалипсис прошелся по этому городку. Вот видите, заброшенный сабвей. Не заброшенный, но закрытый. Вот заправка через дорогу работает. Как выглядит обычное утро заспанного дальнобойщика? Просыпаемся, продираем глаза, идем за кипяточком. Чай или кофе, кто что пьет. Приходить в себя, завтракать и что-то поделать толковое. И, кстати, помонтировать видосы для вас неплохо. Выглядит любой общепит в период эпидемии. Везде стулья подняты, чтобы люди даже не думали садиться в этих местах покушать. В деревне все нормально, в деревне хорошо. Видите, простор, машин немного. Общепиты закрыты, но на вынос с собой можно заказать в Бургер Кинге. И еда с собой есть на заправке, на вот этой пицце и всякая разная хрень. Угадайте с одной попытки, что мне нравится в Америке. Про что я уже забыл, так как я уехал из России уже 7 лет назад. Вот это место, где ночуют траки, называется Арестерия. Станция отдыха, да, по-русски. Сейчас 12 апреля. Вы можете себе представить, за городом остановиться сейчас в Омской области, в Новосибирской области, может, в Московской области остановиться 12 апреля за городом. И все будет выглядеть примерно вот так. Можете себе представить? То есть мне нравится то, что все ухожено. Если у человека есть собака, он не должен мыть ее каждый день после прогулки тоже. Два раза в день. Это элементарно, это мелочи, к этому привыкаешь. Но это то, без чего нормальный, цивилизованный человек нормально, цивилизованно жить не может. Независимо от того, карантин это или что, всегда люди наводят порядок. Так должно быть. Вот видите, есть работник, который ходит, и каждый бычок, каждую бумажку подметает каждое утро. Все выполняют свою работу так, как ее нужно выполнять, чтобы людям было приятно здесь остановиться и прогуляться. В туалете никого нет, поэтому даже туалет для вас сниму. все чистенько. Информация, карта, брошюрки с местными достопримечательностями, чтобы люди могли взять и поехать куда-то. Очень многие американцы путешествуют домами на колесах, вот вдалеке, видите, RV это называется. Они путешествуют по Америке, это очень распространено здесь. Мы тоже планируем так сделать. Вот они останавливаются здесь ночевать, отдыхать. И вот Vending Machines. Самое основное кола, пепси, айс-ти, айс-кофе, чай-кофе холодный, шоколадки, чипсы. Эх, когда-то получится попутешествовать не по работе. А кто-то перевозит вот такие огромные машины для дорожных работ. Вон, там трак оверсайз лот, загрузка большого размера. Приятное место, где два заборчика, он один, там такой проволочный, почти не видно его, второй вот здесь написано Wildlife Area, No Pedestrians. То есть, это территория, где живут дикие животные, и туда ходить нельзя. Pedestrians, это пешеходы. И вот там подъехали путешественники. Видите, один, видимо, муж на прицепе дом на колесах везет, RV, так называемый, сзади жена еще на Toyota 4Runner. Путешествует, чтобы была и машина, и было где жить. Тем временем выехал вчера из городка Мурфрисбора в 8 вечера, было темно уже, снимать было особо нечего, так как от Мурфрисбора до Нью-Джерси мне на последний склад, который был первым складом в Роббенсфиль, Нью-Джерси, оттуда ехать мне около 900 миль, то все равно за одну смену это доехать не получается. А раз не получается доехать за одну смену, то придется на 10 часов останавливаться в соответствии с локбуком. Поэтому половину я проехал и остановился дальше отдыхать. Сейчас проспал 6 часов, что-то подорвался, не могу больше спать, но что-то поделаю и поеду в Роббенсфиль. И оттуда уже до дома 43 мили и все, и домой. Так что сегодня к ночи сегодня буду дома. Вот, а я хочу вот такой вот, чтобы был целый автобус на колесах, сзади машинка, чтобы можно было в город поехать. Ничего не приукрашаю, но показываю, как живут пенсионеры в Америке. Вот как раз пенсионеры так и путешествуют с вот этими вот прицепами, домами на колесах, то есть то, что называется RV. Вот прицеп, в котором они живут. Муж едет на вот этом тягаче, на Доджи, а жена сзади на Тойоте 4Runner. Так живут в Америке пенсионеры, уже кайфуют, путешествуют по стране. А вот там видите бабушку с Лабрадором? Это вот та бабушка, которая вышла из вот этого автобуса. То есть из второго большого RV, который мне понравился, который для путешествий будет побольше и поинтереснее даже, чем вот этот прицеп моих соседей, запаркованных рядом. В общем, видите, чем заняться пенсионером на пенсии. В принципе, есть чем. Вообще, хочу сказать, что Вирджиния, штат, в котором я сейчас нахожусь для путешествий, очень классный. Здесь и равнины, и горы, и природа, и пещеры различные, и побережья есть, можно поехать в сторону океана, есть побережья, где различные рыболовные компании, тематические ресторанчики, сбор устриц. Очень, очень много всего интересного в штате Вирджиния, и очень много людей здесь, я вижу, путешествуют. Друзья, 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 ну что, еду я домой, доехать мне осталось 300 миль до Роббинсвилля, Нью-Джерси, и оттуда 43 мили до дома, и все. Сегодня в конце дня, то есть до 12 часов ночи, я должен домой доехать, дай бог. Проезжаю сейчас штат Вирджиния, Вирджиния мне очень нравится, есть штаты, которые я очень люблю, есть штаты в Америке, которые говорят все, что они самые красивые, самые лучшие, самые приятные для жизни, и в этих штатах я не был своему стыду, к сожалению, за свои 7 лет жизни в США, все эти штаты в основном в сторону западного побережья, такие как Колорадо, Юта, Аризона, Калифорния, конечно, я во всех этих штатах не был ни разу. Пока я осваиваюсь, зарабатываю деньги, развиваюсь, а на сладкое я себе оставил кое-что, где еще мне придется путешествовать, тем более, что вот видеоблог я начал, а потом уже, когда мой видеоблог разовьется, я как раз поеду путешествовать по этим штатам, мы с семьей все это освоим, посмотрим и покажем вам с удовольствием. Могу сказать, что Вирджиния один из лучших штатов, из тех, в которых я был, вот что-то особенное, вот из штатов, по которым я езжу постоянно, а постоянно я езжу вот здесь, Огайо, Пенсильвания, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Кентаки, Северная Каролина, Южная Каролина, Флорида, иногда Техас, Луизиана, Миссисипи, из этих всех штатов я могу сказать, что Вирджиния, пожалуй, самая красивая, Северная, Южная Каролина тоже прикольные, уже там потеплее, смотрите на моем канале, как мы ездили в Вирджинию собирать устриц на Чинкотик Айленд, остров, там такой полуостров, заливчик, путешествовали, вообще, если вы хотите, чтобы я вам рассказывал о штатах, я пробовал такую, пробовал такую тему осветить, когда я только начал работать на траке, мне было, все было впервые вновь, я тогда в инстаграме делал посты, такие лонгриды, то есть длинные посты про штаты, что-то пытался там снимать, и под этими постами делать свои рассказы, людям очень нравилось это, поэтому зайдите ко мне в инстаграм, можете ввести хэштег штаты Валерича, или просто зайти прошерстить мой инстаграм, про все штаты, по которым я ездил, не про все, не все я охватил, еще у меня остались какие-то штаты неописанные, но про штаты, к которым у меня вот что-то в душе кликало, да, что-то в душе отзывалось, про те штаты я кое-что снимал, вот так хотя бы с дракой, про те штаты я писал в инстаграме, так что зайдите на мой инстаграм, хэштег Штаты Валерича, и вы можете посмотреть, что я там рассказываю Про те штаты, по которым я периодически езжу Штайкеры куда-то поехали 13 апреля отоспался, сгонял в трак, забрал свои вещи Навел порядок и все, этот рентованный трак, который я вам показывал На котором я ездил последние три своих маленьких рейса Сдаем, все вещи я забрал из него Еду домой, дальше приходить в себя Что дальше, расскажу вам Смонтирую, если получится, сегодня видосик свежий И как раз для вас выложу Все, пока, ребята В следующий раз буду вам рассказывать уже про совсем другой трак Вот так с одного трака на другой прыгаю Глядишь, и обзоры наберутся Глядишь, и обзоры наберутся разных траков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова